В Уссурийске работает около 15 таких компаний. Официально они называют себя агентствами, информационными и даже научно-консультационными центрами. В основном все официально зарегистрированы, имеют печать и платят налоги. Но почему-то стесняются своего существования. Работы выполняются преподавателями вузов, успешными выпускниками. В последнее время стала популярна дистанционная работа, работа с людьми из других городов. Связь с ними поддерживается через интернет, а платы производятся при помощи электронных переводов. За работами обращаются студенты, из них чаще заочники. Кстати, далеко не все клиенты таких фирм двоечники. Иногда людям просто не хватает времени на не очень важные, по их мнению, направления курса обучения. Как правило, агентство оценивает работу в зависимости от стоимости, которую выставляет сам специалист. И это стопроцентная наценка. А в городе действует негласно устойчивый прайс на типовые работы. Ну, как правило, реферат стоит от 300 до 500 рублей, а теоретическая курсовая работа до 1500. Однако цены на одни и те же по сложности работы могут варьироваться. В таком случае обязательно спросите, за что конкретно вы переплачиваете. Кстати, интересуйтесь, есть ли в агентстве редактор или другой человек, который отвечает за качество информации. И обращайте внимание на интеллектуальный уровень консультанта, с которым вы обсуждаете условия. Сложными работами считаются курсовые дипломы по деталям машин, радиотехники и электротехники, а также банковское дело, финансы и кредит и иностранные языки. А самыми сложными курсовыми работами считаются работы по технологии организации общественного питания. Официально права клиента не подкреплены ничем. Договоры заключаются только на написании дипломных работ. Составляется так, что агентство всегда право. Однако большинство подобных компаний работают честно, ибо рынок у Сурийска перенасыщен, а недовольный клиент сделает сильную антирекламу. Свои же риски агентства подстраховывают 50% предоплатой. Субтитры создавал DimaTorzok